Вы знаете, качество представителей КПРФ в Государственной Думе что-то падать стало в последнее время. Очевидно, очередной успех в Государственной Думе вскружил им голову, и они совсем забыли, что голосовали во многом за умное голосование, которое смогло бы выбить большинство от Единой России из кресел в Госдуме, а не за них. Вот недавно обсуждал инициативу Казбека Тайсаева, предлагавшего отдать 13-ю зарплату россиян на нужды жителей ЛНР и ДНР. Как очередной представитель партии КПРФ в Госдуме Николай Арефьев рассуждает об изъятии накопления россиян в банках в случае одобрения санкции отключения SWIFT. Как сообщает портал Царград, 22 февраля Арефьев прокомментировал заявление экономиста Михаила Хазина, пояснившего, что русские рискуют своими сбережениями. Речь идет о том, что у России за рубежом хранится в золотовалютных резервах 640 миллиардов долларов, и 14 триллионов хранятся в фонде национального благосостояния. А если международные санкции вступят в силу, а они уже вступили в силу, и нас отключат от SWIFT, и уже отключили от SWIFT, то России якобы ничего не останется, кроме как изъять накопление граждан, хранящихся в банке. А это ни много ни мало, а 60 триллионов рублей. Конечно же, услышав такую информацию и предвкушая введение санкций, россияне ломанулись снимать свои деньги со счетов. Они научены 90-ми годами, что при любом шухере лучше деньги сохранить под подушку. Так вот, SWIFT действительно отключили. Ряд банков попал под санкции. Введены общие экономические санкции в отношении нашей страны. И Эльвире и Набиулиной ничего не остается, кроме как повысить ставку рефинансирования на 10% пунктов. Историческое повышение ставки, чтобы хоть как-то сделать вклады в банках привлекательными для населения, чтобы сохранить свои сбережения. А так вот, после таких заявлений Николая Арефьева, я не знаю, какие инициативники найдутся нести свои деньги в банк снова. Так вот, действия высокопоставленных чиновников порой напоминают басню лебедь, рап и щука. Они выстрелили себе в ногу, понимаете? Ну да, намерение обмануть, с одной стороны, вроде как предвосхитило обман населения. Население очень чутко реагирует на подобные сигналы. А с другой стороны, сами понимаете.